Куда пойдут рекордные 2 триллиона долларов для спасения экономики США? Такого не было никогда. Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 триллионов долларов, направленных на преодоление последствий пандемии. Даже противники Трампа называют это решение историческим. При этом шанс на спасение получает не только американская экономика. По словам президента Трампа, документ стал самым большим пакетом помощи в истории США, в частности, по нему предоставят суды и гранты предприятиям, а также дополнительные средства медработникам. Размер страхования по безработице тоже увеличит. Для сравнения, в 2008 году беспрецедентные меры государства по реанимации экономики обошлись в 800 миллиардов долларов, а нынешние вливания в 2,5 раза больше. Республиканцы и демократы объединились, отложив в сторону разногласия ради интересов Америки. Комплекс мер по спасению экономики поддержал Конгресс США, а несколько дней назад документ также одобрил и Сенат. Демократы не остались в стороне от комментариев. Так, лидер демократической партии Чак Шумер назвал законопроект компенсацией на стероидах и пообещал, что каждому американцу выплатит пропущенную зарплату или выплату за увольнение. Интересно, что вливание в большой бизнес в размере 500 миллиардов долларов будет осуществляться при надзоре со стороны генерального инспектора и специального комитета. А бизнес, связанный с президентом США, высокопоставленными чиновниками или конгрессменами будет исключен из списка тех, кто может получить финансовую помощь. Законопроект еще не был опубликован, однако известно, что он предусматривает, среди прочего, выделение 500 миллиардов долларов на оказание помощи крупным компаниям, штатам и муниципалитетам. 367 миллиардов достанутся малому и среднему бизнесу, в том числе в виде кредитов до 10 миллионов долларов, который может быть прощен при сохранении фирмами рабочих мест. А 250 миллиардов долларов пойдет на пособие по безработице и прямые выплаты простым американцам в зависимости от их доходов, но с индивидуальным единоразовым пособием в 1200 долларов. Около 100 миллиардов долларов должны быть направлены в сферу здравоохранения. Отличительной чертой программы Трампа является абсолютная понятность. Любой умеющий читать и считать американец может прикинуть, какая сумма достанется лично ему. Первое. По 3400 долларов дадут семьям из четырех человек, чей доход составляет менее 99 тысяч в год. В эту категорию укладываются большинство и средних, и бедных американцев. Второе. Вводится специальное пособие по безработице. Уволенные в кризис получат 100% зарплаты в течение четырех полных месяцев. По данным Бюро трудовой статистики США, средняя зарплата сейчас составляет 881 доллар в неделю или 3820 долларов в месяц. Таким образом, средний безработный получит от Трампа 15 280 долларов в течение четырех месяцев. Но кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1200 долларов на человека. Третье. Предусмотрена прямая денежная помощь заболевшим коронавирусом. Федеральное правительство оплатит им отпуск по болезни. Однако документ подразумевает и помощь властей отдельных штатов. До 31 июля им позволено повышать пособие по безработице на 600 долларов. Четвертое. Самая значительная часть помощи предусмотрена компаниям, страдающим от пандемии и спада деловой активности. Большому бизнесу дадут около 500 миллиардов в виде кредитов при условии, что они не будут выкупать собственные акции и удержат большую часть сотрудников. А вот авиакомпании получат право на получение субсидий только в обмен на предоставление правительству участия в акционерном капитале. Около 350 миллиардов долларов направлено на кредиты малому бизнесу, которые не придется возвращать, если их используют для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы. На этом фоне 117 миллиардов долларов, которые выделены для больниц и на оказание медицинских услуг ветеранам, кажутся уже не столь существенной суммой. Как отметил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, совместно с предпринятыми Федеральной резервной системой США действиями в американскую экономику вольют 6 триллионов долларов. Это составляет около 30% ВВП Соединенных Штатов. Скептики и критики полагают, что вливание триллионов долларов в американскую экономику может разогнать инфляцию и обесценить доллар. Но, похоже, ничего другого Трампа уже не остается. Такие действия американского правительства могут дать толчок выходу из глобальной рецессии и завести как американскую, так и экономику всего мира. Кроме Соединенных Штатов Европейский Центробанк и Минфин Германии также готовы вливать сотни миллиардов евро в экономику Евросоюза и раздавать деньги своим гражданам. Однако, будет ли предпринимаемых мер достаточно, зависит от того, как долго будет продолжаться кризис и от общего состояния экономики. Эксперты полагают, что принятие нового пакета мер через 6-12 месяцев не исключено. Поживем, увидим. А канал JoyInfo желает вам крепкого здоровья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями.